Приветичи! Это Михалыч, а это означает, что мы находимся в неправильном мире. Да, Михалыч у нас волосатый, если ты вдруг забыл, мы все-таки вернули себе шерстяку. Также я почитал каменчики, точнее, мы вместе с Михалычем посидели, почитали каменчики и поняли, что народ жаждет раз... ширения... раз... расширения наших жилых пространств. То есть, нужно расширить квартирку, сделать побольше этажей, сделать побольше свет, потому что здесь очень темно. Но, между прочим, хочу в оправдание своего Михалыча сказать, что в берлогах и того темнее, там и таких ламп нет. Но не беда, лампы мы сделаем. Но! Стал вопрос. Если мы сделаем второй ярус... Ух ты ж! Ё-моё! Ёшки-матрёшки! Блин! Вышел, значит, погулять. Сейчас отпену этих слизней. О чём это мы? А, так вот, про второй ярус. Если делать второй ярус, это значит, его нужно чем-то забивать. Я такой задался вопросом, а чем его забивать-то? Мебель-то тут таковой-то и нету. Зачем медведю мебель? Оказалось, что не шиша. Мебель есть. Но для того, чтобы её изготовить, ты прикинь, что нам нужно. Смотри. Идём сюда. Листаем вниз, вот так вот. Не-не-не, не ядерный реактор. Нам нужен... нам нужна компьютерная система. Тут прям так и написано. Продавайте избыток ресурсов онлайн и распечатывайте на 3D-принтере мебель для вашего дома. То есть, медведь, который сможет выходить в интернет, там, допустим, в Даркнет, продавать там всякие ресурсики и покупать мебель. Это же вообще роскошь невиданная. Чё нам нужно там, значит, для компьютера? Медный провод, слиток железа и загадочная слизь. Слизь у нас полно. Слиток железа, по-моему, у нас был даже с тобой. Чё, в сундучке? Давай посмотрим. Не-не-ту, прикинь. Но не беда, у нас руды дофига. Мы сейчас всё это дело переплавим. По-быстренькому, по-нашему, безалаберному, пушистому. Где переплавить-то? Как? О, вот. Всё кайфово. Всё у нас есть. Чё там дальше? Там нам нужно, там, нам, нам, нам нужно, короче. Вот это, вот это, вот смотри. Слизь, слиток железа у нас есть. Загадочная слизь. У нас её целых 14. В принципе, у нас всё готово. Мы можем смастерить компьютерную систему. Давай это и сделаем. О, да. Какая она большая. Капец. Куда бы её поставить-то? Я даже не... По-любому нужен второй ярус. Так, хорошо. Занимаемся строительством. Одеваем нашу касочку. Вот. Миха, убери палку. Палку убери. О, топор пойдёт нормально. Для настройки топора это норм. Меняем конструкцию нашего дома. Крышу к чертям сносим. Вот так. Крышу снесли? Да, крышу снесли. Звёзды теперь видим. Точнее, звёзды меня теперь видят. Дальше здесь крышку убираем. Вот так. Господи, какой бардак у меня дома сверху, когда смотришь. Ужас. Точнее, не дома, а в берлоге. Будем назвать всё своими именами. Там, кстати, смотри, пещера рядом с домом образовалась. Ах. Оттуда могут вылезти всякие гадости, если я эту пещеру не заткну. Ну, чуть позже с ней разберёмся. Так, значит. Как нам сделать второй ярус? Короче, рубим наши толстенькие пальмочки. Модуль готов. Осталось его грамотно разместить. Ой, ёшки-матрюшки, у меня там всё разлетелось дома. Как нам грамотно его разместить? Короче, вот. О, построили. Вроде ничего так. Дай попробуем теперь стеночку здесь лупануть. Вот, в принципе, и второй ярус готов. Сейчас посмотрим, как это будет снаружи выглядеть. В принципе, в принципе, ничего так. Я только фиг знает, как тут лесенку реализовать. Но, поскольку у меня есть бутсы-попрыгушки, я думаю, что лестница мне нафиг не сдалась. Вышел я, короче, из дома. Смотрю. А там зелёный свет. Какой-то. Что там происходит? Бежим скорее, скорее, скорее туда. Любопытно же, что там происходит-то. Надо, правда, как-то туда залезть. Ладно, сейчас разберёмся. Вон они, смотри, что творят там, а? Хулиганы. А мне кажется, или они деревья садят, как ты думаешь? Пойдём-ка, сходим к ним на разборочки. Чёрт, не допрыгнул. Ах, капец. Хью, стены у нас проблемы. Я бежал эту гуру кругом. Никак не могу подлезть туда. Кроме как... Да то, что ты будешь делать, упал. Кроме как выпить зелье летуна и взлететь в два раза повыше, мне туда никак больше не пробраться. Смотри, они в этот луч прям запрыгивают. Такое ощущение, что они инопланетян призывают. Короче, я понял. Они высасывают силу с деревьев. Когда я первый раз поднимался, там было несколько деревьев, а теперь уже одно. Они, короче, кого-то там выращивают. Как мне, блин, ядрён батон туда пробраться? Вот так вот. Давай, Михалыч, запрыгнуть. Надо? Да, не получилось. Надо им помешать. Всё, они закончили. Они закончили. Пень исчез, луч исчез. Ах. И я, наконец, только запрыгнул. Я всё просрал. Всё самое интересное я просто просерил. Как обычно, это с Михалычем бывает. Вот они, эти пны. Ах вы, пны, пны проказные. Сейчас я их откину. Заодно деревце... А, нет, дерево с них не падает. Желуди только. Двоечку пробью. А, нет, дерево падает. Отлично. Сейчас, того тоже накажем. Шамана. Эту штуку мы уже рассматривали с тобой, по-моему, в позапрошлой серии. Мы сюда поняли, что нужно принести вот таких вот крабиков. Один крабик у меня в сундуке уже лежит. Пока бегал за ресурсами, нашёл футбольный мяч. Шикарно. Давай мы его отпенаем туда, к воротам. Осталось только как-то через мои стенки пробить этот мячик. Есть! Гол! Я забил к себе домой этот мячик. Я, правда, фиг знает, как я буду его потом выпинывать, но это уже вторая проблема. Короче, концепция дома поменялась. Здесь у нас будут вот такие вот колонны. Второй ярус я сделаю типа лоджии с открытым балконом. Всё, в принципе, готово. Вот здесь вот у меня будет дырень, через которую я буду запрыгивать. То есть вот я нахожусь на первом этаже, потом вот так вот чпинг, и вот я уже на втором. Осталось только крышу сделать. Сейчас крышу лупанём. Крыша здесь у нас будет вот такая вот, обычненькая, на которую мы поставим прожекторы. Вот такие вот сторожевые прожекторы. Они помогут нам прогонять надоедливых слезняков. Засветим им прямо в их глупой рожей. Так, ничего, давай тарабанить наш 3D принтер на второй ярус. Если мы его, конечно, заторабаним туда. Вот так вот. 3D принтер у нас всё, готов. Будет стоять у нас вот здесь. Ну, точнее, это не совсем 3D принтер, это 3D принтер с компьютерной системой. Овощи. Вот так вот мы его поставили. Теперь надо попробовать зайти в интернет. Ооо. Пожалуйста, выберите, что вы хотите, пойти в магазин или в банк. А если в банк пойдём? Перевод монет. Ооо, так я тут монетки могу хранить. Ну-ка пойдём с нашего сундучка достанем. У меня там как раз парочку было. Вот, 10 монет у меня есть. Круто, круто. Заходим в банк. 10 монет у нас отобразились. Мы их все скидываем на баланс. Теперь можно сходить в магаз. Продать, купить. Чё можно продать? Ух ты ж, ёкарный момент. То есть я могу выращивать различные овощи и впаривать их на рынке, получая за это бабки. Дерево даже могу продать. Уголь есть. Железо. А, чуметь. Кожу можно продавать, желудень. Чё хочешь, короче, продавай. А купить чё можно? Рабочий стол, пожалуйста. Кофейный столик, комод. Офисный стул. Как насчёт офисного стула? У меня там же 10 монет целых. Можно прикупить. Хочу купить. Но почему тут написано продать? Ах, да, мы же в неправильном мире. Короче, продать. Всё, мне должны доставить этот стул. А, точнее, как доставить? Он должен распечататься на 3D принтере. Давай отключимся. А вот, собственно, он и распечатался. Кошерно. У меня стульчик есть. Стульчик я поставлю где? Ну, наверное, вот здесь вот я его поставлю. Разверну вон туда. К своему огородику. И вот так вот поставлю. Присесть могу? Нет, присесть не могу. Жалко. Ну, что поделать? Я ж почти голоден. У меня сейчас здоровье отнимается, да? Ёкарный побай. Чё сажать-то? А, во. Хляплака у меня есть. Давай хляплак, значит, захаваем. Пойдём в огород. Надо срочно что-нибудь выкопать и сожрать. Пойдём в огород. Субтитры подогнал «Симон» 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 волосатые, мохнатые. Так, все грохнул. Слизь собираем, цветочки в топку. Ну все, в этой пещере мы все выкопали. Все, что можно, взяли. Выбираемся обратно. Минус одна пещера в нашем огороде. Пойдем копаться в другой. Но сперва надо перекусить. Выпьем нашего нового моркваса. И закусим все это брокколианцем. Ой, ващпи. По кайфу ващпи перекусил. Слазим вниз. Что мы здесь, собственно, имеем в этой пещерке? Короче, в этой пещере тоже оказалась медная руда. И очень много слюбников. А также есть вон та возвышенность интересная. На ней что-то есть. Сейчас залезем, посмотрим. Смотрим, что там. Это какой-то куб? Офигеть, что за куб? Что с ним делать? О, его можно ломать. Так, а где моя палка? Какие-то странные звуки издает. Нифига себе, я богат. Правда, инвентарь полон. Значит, цветочки выкидываем. Инопланетный телек выдал нам солидки меди. Спасибо ему за эту щедрость. Усо, пещера зачищена. Короче, я подумал и подумал. И решил, что прожектор я буду ставить не на крышу своего дома. А вот на этой горочке. Чтобы защищать свой дом. Так, я сейчас, короче... Хотя какой-то странный прожектор, слушай. Короче, надо все-таки поставить где-то как-то вот так вот. На вход, что ли. Поставил. И я его, в принципе, могу теперь использовать. О-о-о! Огонь! Надо поймать какого-нибудь слезнюка. Ну, короче, пока пусть светит вот так прожектор. На вход. Потом в будущем, может быть, еще один прожектор замутим. Ну, раз мы прожектор наверх не затолкали, то поставим сюда вот эту штуку. Замечательную штуку, которая называется пушка. Система быстрого перемещения. Вот такая вот пукалка здоровая. Сейчас я ее разверну вон в ту сторону. В принципе, не важно, в какую сторону я ее разверну, потому что все равно я поворачивать ее смогу. Вот. Так, ну что, можно, в принципе, туда полететь, да? Вон, к нашему флагу попробуем залететь. Возьмем повыше. Так, заряжай! Залазим. Давай. Михалыч, залази. Кошерно. Оу, даже дальше перелетели. Нифига себе. Ну, короче, вот так вот наше быстрое перемещение у нас работает. И все планы, которые я хотел реализовать с Михалычем, я реализовал. На сегодня это все. Если ты хочешь увидеть что-то нового в моем доме, или лучше, то обязательно пиши об этом в комментариях. А также не забывай ставить лайкос, подписаться на канал, если ты еще не подписан. Ну, а я на этой ноте прощаюсь. Пока. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...